Всем привет, друзья! С вами Корвид, мы находимся в Shelter 2. Наконец-таки эта игра вышла, я играл в первую часть, она, ну, не совсем мне зашла, мне она показалась слишком хардкорной, в ней расслабиться было невозможно. Посмотрим теперь на вторую часть, насколько она будет хардкорная, насколько она будет сложная, я надеюсь, будут какие-то легкие моменты в этой игре. Давайте начинать. Название, ну, пускай 1-1-1, господи. Так, сложность средняя, ну, пускай ресурс убежище, все, ставим как есть, временами, все, погнали. О-о-о, да ладно, название фракции можно ввести. Так, цвет флага у нас будет, понятное дело, фиолетовый, эмблема, ням-ням-ням-ням, череп зеленый, черный пускай будет, эмблема 2, о, пускай вот такие звездочки будут тоже черные. И здесь у нас будет... О, отлично, все, вот так вот оставим. Историю одержима контролем над последними остатками общества. Эта фракция стремится войти в историю как самая сильная. Это про меня, это про меня, погнали. А, еще и персонажи надо создавать, да ладно. Ну, хорошо, выберите предводителя фракции. Имя. Корвид, понятное дело, фамилия Добсон, окей, тело. Так, это у нас будет мужчина, немножко посветлее, пускай у него будет кожа, а вот такой вот, малость загорелый. Характеристики, предустановка лица. Ну, пускай, я не знаю, любое будет какое-нибудь вот это. Цвет глаз пускай будет, ну, пускай зеленый, длинные волосы. Волосы, волосы, ну, вот такие, пускай будут потемнее. Тип бровей тоже оставим черные, волосы на лице оставим черные. Не, пускай будут немножко сероватые. Аксессуары, ковбойская шляпа, а есть цилиндр, нет? Противогаз, прикольно. Ну, давай оставим ему, пускай будет вот такой кипарик. Кипарик черного цвета, во, отлично. Лицо, авиатор, очки, маска, такие очки, такие очки. Ой, какой ты страшный, господи. Да, ему явно нужны очки, потому что без очков он очень страшный. Тоже вот такого цвета. Вот, отлично, все, в принципе. А, еще одежда, подожди, еще одежда у нас есть, маечка, рубашечка. О, вот это оставим куртку, джинсы. Джинсы у нас будут цвета джинсов. А что такой цвет странный у джинсов? Ну, пускай вот так будет. Обувь тоже черная. Все. Параметры. Образованный. Сила, ловкость, харизма, восприятие, интеллект, стойкость. Грузоподъемность. Очередность хода в бою. Успешную вербовку незнакомцев. Сколько предметов обнаруживается при поиске? Интеллект, создание объектов. Качество создаваемых объектов, стойкость. Ну, давай, наверное, мы ему интеллекта немножко уберем и добавим чуть-чуть силы, чтобы у него было больше грузоподъемности и урон без оружия. Очередность хода в бою. Да, наверное, вот так вот. Оставим черты. Так, пять очков черт. Ужасный собеседник. Блин, так тут, оказывается, надо очень долго сидеть. Делать персонажа, куда ему можно пять очков еще воткнуть. Невежа, хрупкие кости, бодибилдеры, резкий. Нелепый, ужасный собеседник. Давай ему вкат... А, все, я понял. Это как... По типу Прожект Зомбоид. Там было что-то наподобие. То есть нам надо... Ага. Что мы тогда будем брать? Талантливый. Ну, уроне предпочитает удвоенные очки навыков. Во, пускай будет талантливый у нас мужчина. Все, наконец-таки завершаем. И, я так понимаю, у нас получается главный наш персонаж. И два второстепенных, которых тоже можно изменить. Но я делать этого не буду, потому что это очень долго. Давайте уже запускать. Обучение. Да, давай. После конца света прошло 20 непростых лет. Сегодня в пустоши доминируют 6 враждующих группировок, конкурирующих за ресурсы территории. Образовалась новая фракция, целью которой является мир. Мы выпустим... Мы вступим в эту фракцию, поскольку их лидер только что обнаружил идеальное место для штаба. Заброшенное подземное убежище. Так тут уже, типа, прошло много лет спустя первая часть. Если в первой части мы выживали как бы еще, ну, типа, сразу после апокалипсиса, да? То есть еще более-менее люди были человечными. То здесь уже какой-то Мэд Макс получается. Добро пожаловать в обучение. Пройдет несколько этапов. Хорошо. Так, что у нас имеется? Пауза. Пауза есть, это хорошо. Значит, у нас есть по интерфейсу. Что у нас? День, весна сейчас, кислород, температура, вода, еда, топливо. На складе еды больше нет места. Типа 70 это максимально, я понял. Ням-ням-ням-ням-ням. Что тут еще у нас есть интересное? Персонажа, да, я могу каждого прокликать, посмотреть, что ему нужно. У него есть голод, жажда, усталость, туалет и загрязненность. Недуги, настроение, желание. То есть все это можно просматривать. Офигеть, сколько тут всего, блин. Еще и навыки надо им прокачивать. Ладно, так. Давай смотреть, значит, что у нас тут. Проверка потребности, да? У всех членов вашей фракции есть основные потребности, которые нужно удовлетворять. Но это понятно, это все понятно. Любые потребности. Так, выберите членов фракции Корвитт и поручите ему что-нибудь съесть. Так, Корвитт, братик, тебе бы что-нибудь поесть. А где ему, подожди, маленькая кладовая? Сюда, да, наверное? Или как? Щелкните правой кнопкой катку и выберите пункт попить воду. Кладовую, открыть кладовую на предмет... А, ну все. То есть, мы кликаем вот так, открыть кладовую. Пища, температура влияет на скорость разложения. Ух, нифига себе. Каждая кладовая, это отдельное хранилище. Так, ну, еды здесь много, да? То есть, надо есть, наверное, еду, которая скоро испортится. Но тут, в принципе, вся еда одинаковая. Плюс у еды есть качество, смотри. Это на что-то влияет? Пищевая цена, да вроде бы нет. Может быть, оно влияет на скорость разложения. Вот это может быть. Но я думаю, что в любом случае лучше съесть баночку вот эту. Это, девочки, надо попить воду. Пьется вода, наверное, из вот этих бочек? Да, выпить воды. Так, и у нас есть еще Роберт, которому надо... Что ему надо? А что он хочет? А, он тоже хочет пить. Выпить воды. Так, щелкнительная инфракция левой кнопкой мыши. Ну, мы это все сделали. То есть, теперь наши ребята идут выполнять действия. Корвид кушает. Этот попил водички. Хорошо. Куда он пошел? Непонятно. Так. Все, коровит поела. Автоматизируйте удовлетворение потребностей хотя бы у одного члена фракции. Можно сделать так, что члены вашей фракции смогут сами удовлетворять свои основные потребности. Чтобы это организовать, откройте окно планшета. Это вот это, я так понимаю, планшет. А, вот. То есть, мы сами... Управлять, вы можете включать, включать. То есть, если мы нажимаем, они сами будут кушать. Питерин будет фракции, когда станет желтый 50%. Фракции, когда станет красный 75%. То есть, они сами будут ходить, получается, кушать, есть, спать, пить воду. Когда у нас этот показатель будет уменьшаться до 75%. Ну да, я думаю, что мы так, наверное, и оставим. Так я же... Ну все, я типа автоматизировал. Вот так. Все. Готово. Отремонтируйте водосборник на поверхности. Отремонтируйте водочиститель в убежище. Водосб... Вау. То есть, у нас теперь вот такая камера. Прикольно. Так, а у нас вот это что? Это водосборник. Вот, его надо отремонтировать. Кто у нас лучше всего этим делом занимается? Как бы посмотреть так. Отношения, навыки. Вот, да, наверное, навыки. Интеллект. Что-то типа ремонта есть здесь у нас? Инженер. Скорость накопления усталости, ремонт, изготовление. А качество ремонта где-нибудь здесь вообще присутствует? Бой без оружия, восприятие. Так. Лечение, быстрое обучение. Присаживаю, допустим, контр-атаку. Нет, это контр-атака. Это не ремонт. Харизма. Ну, здесь общение по-любому. Вот где-то в интеллекте, возможно, есть. Психическое укрепление. Отвлекающая тактика. Толстокожий. Маска не тактик. Цинское обучение. Сосредоточение. Ловкость. Сила. Накачка враждебной силы. Да что-то я такого не наблюдаю. Чтобы кто-то прям явно был в этом силен. Ну, ладненько. Отправим тогда Корвида сюда. Чинить. И что нам еще надо? Водосборник на поверхности и водочиститель в убежище. А водочиститель в убежище это где? А, это вот это, да? Водочиститель. Так, чинить. Хорошо. Пойдем. В первой части там, по-моему, была просто лестница такая, типа, наверх. А здесь вот именно, ну, такая широкая уже, большая лестница. Так, этот пошел чинить. Это, я так понимаю, починило уже. Все. Хелена. Хелена, Елена. Все, Корвида уже починил. Иди вниз. Или, в смысле? А, это что такое? Плантация. Посадить семена. О, ну, давай, хорошо. Давай, посадим семена. Вы можете урасить собственную еду, сажая семена на плантациях. Выделите еще, к нему, к нам камыши семена, которые хотите посадить. Позаводьтесь о том, чтобы еще до посадки были соблюдены условия роста семян. Нет посаженных семян. Так, семена посадили. Давай посмотрим на них. Я могу как-то их прочекать? Почему-то нет. Почему-то я не могу прочекать семена. А почему? Ладно. Заправьте генератор. Используйте перемотку времени вперед. Не обязательно. Давай, заправим генератор, а добавить топливо. У нас типа, да, у нас закончилось, судя по всему, электричество. Ну, то есть, закончился бензин. А куда делась Елена? А, вот она стоит. Так. Создайте ведро со шваброй. Ну, пойдем, создадим. Создать объект. Чертежный стол. Место, где вы изготавливаете предметы для своего убежища. Объекты изготавливаются путем комбинирования различных ингредиентов. Рецепты более высокого уровня можно открывать, выполняя задания с целями фракции. Вот так вот. Ведро и швабра. Уборки нечистот, таких как блевотина, рабочие отходы и пустые консервные банки. Для этого мне потребуется древесина, ведро и шерсть. Ну, это логично. Изготовление предметов. Исправность изготавливаемых предметов определяется интеллектом изготовителя. А, я интеллект, кстати, немножко уменьшил коровину. Будьте внимательны при выборе изготовителя. О-о-о-о. Подожди, так, а может быть, кто-то у нас... Имеет побольше интеллекта, недуги, настроения, желания, статистика... Пожди, статистика? Не, наверное, все-таки навыки, да, надо смотреть? Интеллект. Подожди, а где посмотреть очки характеристики? Какие есть сейчас у персонажа? Навыки, статистики. Наверное, в статистике только я тут не вижу. Осталось опыта, что-то там... Скрыть подругу... А, во. Так, интеллект 3. Интеллект 5. Интеллект 2. Значит, у нас Елена пойдет тогда создавать швабру. Где-нибудь, где-нибудь... Ну, вот здесь, наверное. Вот так вот. Все, Елена. Скорость у нас на 1, 2, 3 не работает. Это плохо. Это надо... Ну, ладно. Потом будем это изменять. Пока сделаем вот так вот. Так, готово. Включите прозрачное окно с информацией о помещении. Выключите прозрачное окно с информацией о помещении. Это где-то вот это, да? Информация о помещении. Ага. То есть мы смотрим, что конкретно в этом помещении сейчас происходит. Тут сейчас температура 4 градуса. 99, я не знаю, что это. Наверное, загрязняемость. 31% освещения. И температура сейчас, я так понимаю, повышается на 0,35 градусов в час. Также можно управлять еще. Назначить помещение. А, то есть можно каждому... А, ну то есть условно, если ты, например, делаешь комнату, ты можешь конкретному персонажу сделать конкретную комнату. Чтобы он... Чтобы именно он в этой комнате только спал. По всей видимости, это работает как-то так. Убрать убежище. Использовать перемотку времени. Так, убрать убежище. А уборкой кто занимается? Ну, пускай тоже тогда займется Елена. Я не знаю, какой параметр лучше всего при уборке. Так, убрала. Изготовить немного цемента. Так, цемент изготавливается вот здесь. Ну, наверное, тоже, я думаю, нужен интеллект для этого дела. Так. На верстаке изготавливаются предметы и снаряжение. Изготовленные предметы используются в других рецептах, такие как рецепты создания объектов и снаряжения. Рецепты более высокого уровня можно открыть, выполняя задания с целями фракции. Верстак может также использоваться для разборки предметов и снаряжения на базовые материалы. О, прикольно. То есть, если мы что-то в пустоши с вами найдем, это мне будет не нужно. Я могу это разобрать на верстаке. Это приятно. Немного цемента, да, мне надо сделать? Ну, давай. Так, очередь. А немного-то сколько? Ну, наверное, один, я думаю, да? Подтвердить. Все, Елена идет делать цемент. Дело пошло. Помещение, кстати, достаточно холодно здесь. Утилизировать трубу. Так. Утилизировать предметы. Подаме утилизации состоит из трех разделов. Инвендаря предметов, которые могут быть утилизированы. Очередь предметов на утилизацию. И выходной очереди. Щелкнет так. Ну, это понятно. То есть, мы берем трубу. Для утилизации у нас получается одна труба. 0,2 часа. То есть, 20 минут это условно будет делаться. И по итогу мы получим с вами три металлические стружки. Ну, хорошо. Давай сделаем. Раз уж так это надо. Так, секунду. Раз уж нам это так надо. Поэтому постройте земляное помещение. Используйте перемотку времени. Земляное помещение. А где? Как? Подожди. По мере постройки его цепь началась на тале. А, вот здесь. Правильно. Создать объект. Вот. Земляное помещение. Минимум работы необходимы для выделения полезного пространства. А, все. Я понял. А я могу это сделать только внизу, получается. То есть, наверху где-то я не могу. Вот здесь только я могу это сделать. Вот так. А как оно туда... А, там есть лифт какой-то, да? Или дверь какая-то вниз. Ну, типа... Типа лестница вниз. Все. Я понял. Хорошо. Давай ускоримся. Пускай он это сделает как можно быстрее. Готово. Открыть меню цели фракции. Это где? На флаг. На флаг надо нажать, да? Цели. Так. Окно цели фракции. Поизволяет отслеживать ход достижений цели, поставленных перед вашей фракцией. Каждая цель уникальная. Обладает определенными требованиями. Открывает новые возможности для вашей фракции. Цели с несколькими звездами имеют несколько уровней. Так, начинающий строитель. Можно изготовить объекты по рецептаменту. В столе можно изготовить помещение. А как эти цели достигаются? Ну, судя по всему... Так, подожди. У вас в фракции есть список целей, которые нам достичь. Некоторые из них другие сложные. Из-за достижения цели фракции получить награды. Например, сегодня вашей фракции. Счеркните цели, чтобы посмотреть список. То есть, допустим, начинающий строитель. Чем больше мы строим, тем эта цель у нас прокачивается, да? И когда мы достигаем, я так понимаю, 100%, нам за это дают какие-то плюшки. Скорее всего, это работает как-то так. Организовать группу вылазки. О, это уже интересно. Так, как это сделать? Вот здесь, да? Пойдем. Назначить экспедицию. Меню настройки вылазки позволяет изготовить экспедиционные группы для исследований мира. На первой странице вы можете выбрать, какие члены фракции выйдут в группу. Используйте стрелки по обе стороны от аватаров, чтобы выбрать участников. Если еще какой-нибудь значок добавления. Так, ну это понятно. Значит, кого мы берем? Роберт, пускай и Корвид у нас идут вдвоем. Потребности, немножко еды, настроение, психические атака, ядовитый удар. Песок в глаза. Ладно. Так, статистика. Это, я так понимаю, статистика общей группы, да? То есть сила, ловкость, интеллект, харизма, восприятие. Восприятие влияет, по-моему, на поиск предметов. Если я не ошибаюсь. Поэтому то, что у них здесь пятерочка, это, наверное, хорошо. Автоматически у меня ничего нету, чтобы они взяли с собой. Поэтому, ну, вот как-то так. Отправляем тогда ребят. А Елену я оставлю, пускай она у нас, типа, такой будет. Инженер-строитель. На второй странице вы можете выбрать, какое снаряжение группа возьмет с собой. Выбор участника, для которого назначили снаряжение, проводится выбором аватара. Так. Есть кастет. Есть кастет. Это, типа, оружие ближнего боя. Поэтому, пускай его, наверное, возьмет Корвид. А, у них, у обоих, высокая скорость. Но это тогда, я не знаю, что он может взять. Цена обмена, вес. А у меня, типа, больше оружия нету. Надежность 100%. Оружия больше нет, к сожалению. У меня есть труба, я не знаю, он может ее? Нет, он ее взять не может. Трубу в качестве оружия взять, к сожалению, нельзя. Можно шину взять. Для фиксации сломанной кости. А какие-то лекарства у меня есть? Противорвотные у меня есть. Семена есть. Цемент. Вот это что? Антибиотик. Антидепрессант. Антирадиционные таблетки. Антитоксин. Ну, наверное, ничего больше брать не будем. Может, еды взять единственное. Мало ли. Воды у меня, кстати, тоже нет. То есть, я могу взять только еду. Ну, хорошо. Возьмем одну баночку еды. Животный жир. Щелкни правой кнопкой мыши. Радио. И выберите пункт. Так, ну это я выбрал. Знание группы. Ну, это я все выбрал. Подожди, а я могу вот сюда в снаряжение взять? Нет? Видимо, нет. Там, наверное, будут какие-то условно противогазы и что-то такое. Ну, хорошо. В принципе, окей. На последней странице вы можете проложить маршрут из промежуточных пунктов, по которым ваша группа будет следовать, выйдя из убежища. Щелкните так. Это понятно. Это понятно. Это понятно. Типа, мы находимся здесь. Вот тут я вижу, есть какой-то трейлер. Информация о поле. Караван. Посещено интересные места. Караван. А мне интересно, там люди есть или нет? В большинстве мест можно найти важные для выживания предметы. Это лучший способ получить ресурсы, необходимые для строительства объектов в убежище. Большинство предметов на объект обыска обладают низким качеством. Вот так вот. Так. Группа готовится к выходу. Пайки путешественника. Ну типа, один они берут с собой. У меня всего 39. Точнее, 40 есть, да? Типа, один они берут с собой. За территорию. Ну, наверное, отслеживать поручение. Подожди. Наверное, далее. Вот. Все. Они уходят, получается. Глоссарий. Ага. Ну, это типа... Коротенькая... Коротенькая помощь в чем-то. Это что у нас такой? Кислородный фильтр. Заяц бегает. На зайца, возможно, будет... Можно будет охотиться потом. Прожектор есть, смотри. Есть что тут? Свалка есть какая-то. Возможно, ее можно... Типа, на ней... Вот. Открыть свалку. Смотри. А кто перемещение предметов? Используй... Еще где-нибудь предмет, я его к нам камышу перенеси на другую сторону. А на свалке ничего нет. Там пусто. Подтвердить. Очень... Очень странно. Ладно. Так. На складе еды больше нет места. Это... Это я понял, что там нет места. Ребята покидают убежище. Хелена, что она будет делать? Пойдем, что-нибудь построим, наверное. Сделать перестанку укрытия и создать объект. Что я могу создать интересное? Селок. Это, видимо, для поимки кроликов. Да. Это вот типа... Этого. Зайца можно поймать. Сжигатели есть. Топливо. Путем сжигания предметов и других вещей. Так. Стол со стульями. Книжная полка. Походный туалет. Походный душ. Легкая... Легкая боксерская груша. Двери. Маленькая раскладушка. А! Подожди. А спать-то они где будут? Кровати нет. Кровати нет. Вот действительно. Давайте сделаем что-то типа кровати, наверное. Это дверь? Нет. Это лестничная клетка. Аптечка, смотри, есть. Небольшой стеной медицинский шкаф. Маленькая плантация. Стальная раковина. Лампочка. Фонарь. Перегородка. Разделение уровней укрытия. Поменьше помещение температуры. Так, хорошо. Значит, раскладушка. Давай сделаем раскладушку, чтобы ну типа было где спать. Потому что спать им сейчас вообще негде. Пускай будет хотя бы, ну не знаю, одна. Чтобы хоть кто-то, если что, мог лечь поспать. Вот допустим, пока сейчас никого нету. Хелену можно послать попить водички. У нее проблема сейчас по жажде. 25 интеллекта, кстати. Выпить воду? А, найдет. А, все, да. Найдет пить воду. Подожди, а туалет? Туалета тоже нет. Я не вижу, что тут был туалет. Это что такое? Малый ящик. Малый ящик, шкафчик, генератор. А что там, кстати, у ребят происходит? Группа обыскивает место 1%. А, ну все, они типа досюда вот добрались. И сейчас здесь обыскивают это место. Потом, я так предполагаю, нам скажут, что именно. Мы там обыскиваем. Показать территорию. Открыть территорию. Так. Или она пока водички попьет. Так, а что с туалетом-то делать? Я вот это не понял. Создать объект. Может, это где-то... Это, наверное, где-то делается потом дальше. Типа на втором уровне. Или типа того. Сейчас пока я туалет сделать не могу. Настольный вентилятор. Аптечка. Припасы. Расходы 4 единицы воды. Ну да. Стол со стульями. Прямо пищи. Люди будут уничтожить. Есть за столом. Иснадьется свободный стул. Так. Елена, блин. Давай-ка ты, наверное, упавшее от дерева. Уничтожить. Ну, мне, видимо, топор какой-то нужен. Куча кирпичей. Уничтожить. Куча щебня. Ржавая бочка. Ну-ка, подожди. Уничтожить ржавую бочку. Что она будет делать с ней? Пойдем посмотрим. Может быть, она... С нее заимеет какие-то ресурсы? С этой бочки. Давай посмотрим. Да, смотри, отлично. Собрали металл. Пойдем тогда пособираем остальные ресурсы, которые здесь есть. Там скоро уже ребята обыщат это место. О, цемент. И что тут у нас? Куча металлолома. Это хорошо. Так. Уничтожить. Куча кирпичей. Вот тут сейчас будет какая-то типа резины, наверное. Стул этот взять я не могу. Резина. Тут тоже у нас кирпичи. Уничтожить. Она опять пить хочет? Группа вылазки требует внимания. Посмотреть предметы. Завершил поиск в этом месте. И мы нашли... Ух, нихрена себе, сколько мы тут всего нашли. Банка краски. Бейсбольная бита. Отлично. Бревно. Веревки всякие. Золотой лом. Вау. Низкая ценность. Что, блин? Золотой. Серебряный лом. Уголь. Поломанное радио. Так. А взять все? Как вот взять все? А, нет веса, блин. Подожди. Тогда надо смотреть, что мне нужно, что нет. Вес. Так. Подожди. По весу давай. А, тут нет такого фильтра? Типа вес, не вес. А, песок. Канистра бензина. Древесина. Мыло. Нейлон. А, что у нас много весит? Куча металлолома. Бревно очень много весит. Разбитый ящик. Ржавая сковородка. Это хлам. Ингредиент для изготовления предметов. Рубильник. Уголь. Для печи. Это хлам. Ну, то есть, хлам нам, в принципе, не нужен. Ингредиент. 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 Обожженная одежда. Вот это хлам. Видишь? Вот его, наверное, можно выкинуть. Ну, куча металлолома. Тоже хлам. Давай, ладно. От него тоже избавимся. Канистра тоже много весит. Болинский блин. Ладно. Вот это мы тогда возьмем. Вот так. А, ну, можно вот так взять. Все. Подтвердить. Изменить маршрут. В укрытие. Вот. Все. Подтвердить. Теперь они будут возвращаться обратно. С этим лутом. Предметы собраны. Елена собрала еще немного камня. А что у нее с водой? Она только что хотела пить воду. Почему у нее какая-то снова проблема? Выкопать, полить, посев. Рост 47%. Почва влажная. Стояние температуры идеально. Типа просто брокколи. Там, получается, растет у нас брокколи. Иди попей водички. Это она, типа, устала собирать ресурсы? Так она же вроде бы только сюда пришла. Я уже устала? Типа у нее уже большая жажда? Или, может быть, я что-то неправильно понимаю? Как это работает? Вот она пьет воду. А! Наоборот. То есть, чем больше это заполнено, тем больше она это хочет. То есть, сейчас она условно хочет кушать примерно на 30%. У нее сейчас голод. То есть, она в основном сейчас хочет спадки. Так, ребята возвращаются. Несут много всяких полезностей. Они это автоматически положат на склад или нет? Вот, экспедиция закончилась. И я перекладываю, получается, все это на склад. Вот. Так, а почему я не могу это положить на склад? А, места нету. Ладно. Тогда пока подтвердить. Давай сделаем ящик еще один. Создать объект. Тут же есть... Вот, есть ящик. Малый ящик. Малый ящик. Где-нибудь его здесь... Ну, тут можно? Нет, блин. Тут его не поставить. Ну, давай где-нибудь... Тут тоже нет? Да ладно, блин. Ну, ладно. Тогда здесь поставим малый ящик. Так, ящик готов. Открыть хранилище. Текущий вес, аптечка. Это все понятно. А скажите, как теперь то, что они принесли? Скинуть сюда. Навыки, недуги, настроения, желания, статистика, навыки, отношения. Как посмотреть, что у него в инвентаре? Или, получается, те ресурсы, которые я не выложил, они типа исчезли? Ну, это же глупо. Такого же быть не может. Статистика, навыки, отношения. Хм, очень странно. На улице тоже ничего нет. Неужели те ресурсы исчезли, ребят, которые я не успел выложить? Блинский блин. Ну, ладно. Ладно. Ну, что сказать, друзья. Значит, для первого взгляда, я думаю, достаточно. Если вам понравилось и вы хотите продолжение, то обязательно поддержите меня лайком. 30 лайков наберем, и я с удовольствием продолжу дальше. С вами был Корвид. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok